Всем привет! С вами Encrypted. И сегодня мы пробежимся по основным блокчейн-сетям. Что это такое, чем они отличаются и так далее. Поехали! Со времен появления первого блокчейна, биткоина, их количество выросло до нескольких сотен или даже тысяч. Сюда входят скопированные из биткоина монеты и его форки, десятки других блокчейнов, а также частные, приватные и корпоративные цепочки. Стоит понимать, что каждый блокчейн имеет свою структуру и протоколы, способы обеспечения консенсуса или безопасности, интерфейс и множество других различий на разных уровнях функционирования. Мы не станем говорить о технической составляющей всех этих блокчейнов, но стоит понимать, что внутреннее устройство и разнообразие технических решений влияют на принципы работы и приложений в той или иной сети для конечного пользователя. В данном видео мы рассмотрим основные блокчейны, в которых уже есть огромное количество приложений, сервисов и протоколов с возможностью объединяться и взаимодействовать между собой. Мы разберемся с ключевыми особенностями популярных сетей, рассмотрим отличия друг от друга, а также дадим некоторые рекомендации по их использованию. Кстати, у нас есть старое видео, которое называется «Объясняем блокчейн на пальцах». Это старое видео, но актуальность оно не потеряло, поэтому смотрите его по ссылке вот здесь и в описании под видео. С ростом популярности DeFi блокчейн-экосистемы стали развиваться. Криптовалютные сети могут расширяться за счет создания на основе блокчейна разных приложений. Чем больше сервисов и платформ запускаются на основе данного блокчейна, тем больше и крупнее данная сеть. В каждой сети существует своя валюта или нативный токен для взаимодействия внутри него, и чаще всего у нее аналогичное с блокчейном название, а также собственный тикер. Для того, чтобы осуществить любую операцию или воспользоваться каким-либо приложением, необходимо взаимодействовать с блокчейном, то есть надо изменить его состояние. Так вот, любое изменение состояния блокчейна осуществляется при помощи транзакций, которые оплачиваются монетами сети. В эфире это Эфир, стандарт ERC20, в BNB Chain это BNB, BEP20, в Solani это Sol, стандарт SPL, в Terri это Luna, в Avalanche это AVAX, в Trony это TRX, Polygon и MATIC и так далее. В основе функционирования сети эфира лежит специальная созданная виртуальная среда Ethereum Virtual Machine, EVM. За счет нее, или точнее внутри нее, происходит взаимодействие между узлами, нодами, обработка транзакций, вызов смарт-контрактов и так далее. EVM является инфраструктурой, за счет которой можно создавать и другие блокчейны. Такие сети как BNB Chain, Avalanche, Polygon, Phantom и другие являются совместимыми друг с другом и с эфиром, поскольку в их основе лежит данная виртуальная среда, EVM. Благодаря ей разработчикам проще создавать приложения и сервисы, поскольку существует готовая база, доступная для использования и нет необходимости писать код с нуля. Это также не означает, что эти сети идентичны, поскольку у каждой из них может быть свой механизм консенсуса, технические решения, особенности функционирования и так далее. Кстати, если вам хочется узнать о том, как работает EVM и вообще что это такое, то мы с удовольствием снимем об этом видео в рубрике «Просто крипта». Поэтому пишите в комментариях, если вы хотите видео про EVM. Помимо собственной монеты, внутри каждой сети существуют и другие. Блокчейны также являются основой для создания различных токенов, которые могут использоваться внутри платформы или сети, на других площадках или в других сетях. Каждая сеть предоставляет такие возможности за счет создания определенного стандарта для выпуска токенов. Так, например, в сети эфир существует огромное количество различных токенов стандарта ERC-20, в то же время в сети BNB-Chain BEP-20, а в сети Solana токены SPL. Важно то, что использование токена одного стандарта невозможно в другой сети, и именно поэтому существует множество решений для переноса активов между сетями, вроде межсетевых кросс-чейн-мостов или целой блокчейны, пытающейся объединить множество сетей, типа Космоса и Polkadot. У нас, кстати, есть видео о том, как создать свой токен. Там в видео мы рассказываем о том, как это сделать на примере сети BNB-Chain. Каждая криптовалютная сеть является уникальной и имеет свои характеристики, особенности, свойства и предназначения. Существуют универсальные блокчейны, внутри которых можно создавать любые приложения. Разрабатываются также и специализированные блокчейны, как, например, Flow. Сеть предназначена для создания play-to-earn игр, приложений и активов для игроков. Давайте более детально познакомимся с самыми популярными сетями. Мы коротко рассмотрим их, постараемся выделить положительные и отрицательные стороны их использования, а также дадим некоторые рекомендации по их применению. Начнем, конечно же, с эфира. Это вторая по капитализации криптовалюта и первая сеть по количеству заблокированных внутри средств и созданных приложений. Эфир находится в стадии перехода с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake, поскольку считается, что таким образом сеть масштабируется, станет быстрее и лучше. И что немаловажно, экологичнее, поскольку Proof-of-Work требует огромного количества майнеров, расхода электроэнергии, а Proof-of-Stake требует просто обычного софта и стейка монет. Кстати, если вы хотите узнать о том, как работает Proof-of-Work или Proof-of-Stake, пишите об этом в комментариях, и мы сделаем отдельное видео в рубрике «Просто крипта». На данный момент основной проблемой эфира является медленная скорость обработки транзакций и их стоимость. Так, комиссия за перевод может достигать 100 долларов, а за совершение обменов на DEX до 1000 долларов. Хотя бывают дни, когда транзакции стоят по паре долларов, но это все равно выше, чем в других сетях. На ресурсе Aderscan можно получить информацию о средних комиссиях за совершение транзакций и взаимодействие со смарт-контрактами эфира в реальном времени. Несмотря на стоимость комиссий, сеть остается востребованной, хотя бы по той причине, что внутри существует огромное количество возможностей для заработка, поскольку именно в ней стало развиваться DEFI-пространство. Эфир является прародителем смарт-контрактов, которые и позволяют строить в сети децентрализованные криптовалютные приложения, или DAPK. Сеть остается популярной также по причине высокого уровня безопасности и стабильности работы. Для пользователей с небольшим депозитом и опытом лучше обратить свое внимание на более дешевые доступные сети. Хотя это звучит больше как рекомендация, так как в сети эфира можно найти самые жирные аирдропы за использование платформ, топовые ланчпады, возможности участия без депозита и так далее. Для взаимодействия с сетью используется в основном кошелек Metamask, доступный в качестве расширения для браузера, рекомендуется Chrome, и для мобильных устройств. Крупнейшими DEX для обмена в сети являются Uniswap и SushiSwap. Для отслеживания транзакций в блокчейне используется Etherscan. Далее переходим ко второй крупной сети, это BNB Chain. Она раньше называлась Binance Smart Chain, но ее переименовали в BNB Chain. Сеть BNB Chain была создана во время расцвета децентрализованных финансов и по факту принадлежит Binance. Транзакции внутри сети практически мгновенные, стоят пару центов. Экосистема Binance при этом достаточно большая, ведь в ней совмещаются централизованные и децентрализованные решения. В SEO бирже Binance CZ даже предложил новое определение для такого подхода – CDFI, то есть смесь централизованной и децентрализованной структуры финансов. Вы можете использовать как биржу Binance, внутри которой создана целая экосистема из финансовых приложений, так и крупнейшую децентрализованную площадку PancakeSwap, внутри которой также доступны ланчпад, стейкинг, фарминг, NFT-платформа и множество других возможностей. В сети BNB Chain запускаются десятки различных проектов в области DeFi – PlayToEarn, Metaverse и других. Сеть BNB Chain совместима с сетью эфира и отозначает, что MetaMask можно использовать для доступа к Binance-сети. О том, как добавить сеть Binance в MetaMask, мы поговорим позже в следующих видео. Для обзора блокчейна используется BSC Scan, имеющий тот же интерфейс, что и EtherScan. Сеть Binance предлагает более высокую скорость переводов и низкие торговые комиссии. В сети достаточно много топовых ланчпадов, на которых запускаются проекты в разных направлениях. Многие приложения, существующие в сети эфира, копируются и создаются в сети BNB Chain, где пользователям предлагаются более низкие комиссии. Также экосистема имеет множество мостов и другие сети. Стоит отметить, что пользователям из некоторых стран, в том числе Беларуси, могут столкнуться с проблемами использования сети. Также используя BNB Chain, стоит быть осторожным, поскольку в ней присутствует огромное количество мошенников и скам ориентированы на неопытных пользователей. А у нас есть отдельное видео о том, что такое скам, какие бывают типы скама и как застраховаться от действий мошенников. Ссылка будет вот здесь и в описании под видео. Еще одна сеть, которая является на данный момент одной из самых быстро развивающихся и популярных, это Solana. Стоит начать с того, что сеть поддерживается крупнейшими инвестиционными фондами вроде Alameda или биржи FTX. Сеть была запущена весной 2020 года и уже стала одной из самых используемых на данный момент. Суммарно в системе заблокировано более 10 миллиардов долларов. Solana – это полностью самостоятельное решение со своей архитектурой и подходом. Приложения в сети имеют приятный дизайн и доступный функционал. Внутри также можно найти множество различных сервисов и финансовых протоколов. Для хранения активов лучше использовать кошелек Phantom, а подходящую платформу для обмена токенов можно найти на данном ресурсе. Для анализа блокчейна можно использовать Explorer Solscan. Solana позволяет совершать быстрые и дешевые транзакции, правда, временами не всегда. Уже несколько раз сеть переставала работать из-за технических проблем, что приводило к остановке работы блокчейна и перезапуску всех процессов. Это явный недостаток, связанный как с безопасностью, так и с конфиденциальностью. При этом сеть стремительно развивается, внутри создаются свои метавселенные, игровые миры, а также NFT-площадки и финансовые протоколы. У нас есть, кстати, обзор Solana за 5 минут. Поэтому, если вам интереснее подробнее узнать о том, что такое Solana, посмотрите видео по ссылке в описании под видео. Еще один быстро растущий блокчейн и, как следствие, экосистема вокруг него – это NIR. NIR – это децентрализованная платформа для разработки, построенная на базе NIR протокол, представляющая собой публичный и удобный для разработчиков Proof-of-Stake блокчейн. NIR содержит широкий спектр инструментов от проводников до инструментов CLI, NFT-приложений, компонентов совместимости, которые помогают разработчикам создавать гораздо более простые приложения, а экосистемы расширятся. Архитектура NIR использует механизм шардинга, называемый Nightshade. Вместо создания нескольких парачейнов, контролируемых единой цепочкой, как в других блокчейнах, цепочки NIR моделируются как единый блокчейн. Каждый блок, созданный на NIR, содержит снимки транзакций, происходящих на каждом сегменте, то есть шарде, другой цепочке. Каждый сегмент поддерживается собственной выделенной сетью валидаторов, и все эти сегменты работают параллельно. За счет этого NIR может обрабатывать тысячи транзакций в секунду. О NIR можно много говорить, и у нас не хватит времени в этом видео для того, чтобы обсудить все детали NIR. Поэтому мы предлагаем вам посмотреть обзор NIR. Это у нас была конференция с представителями NIR, Авроры. Там мы говорили о том, как работает NIR, какие есть особенности, плюсы, минусы и так далее. Также у нас есть интервью с SEO NIR Ильей Полосухиным. Ссылки будут в описании под видео. Следующий экосистемный блокчейн – это Avalanche. Это платформа для создания приложений и экосистема из них. В его основу входят три блокчейна, которые объединены основной сетью. X-Chain используется для управления активами, C-Chain создан для взаимодействия со смарт-контрактами, и P-Chain предназначен для взаимодействия валидаторов в сети. Сеть быстро развивается, к ней появляется множество платформ, сервисов, маркетплейсов, плейтурн-игр и ланчпадов. К ней также построены множество мостов из других сетей. Познакомиться с экосистемой можно на сайте, а для хранения активов и взаимодействия с сетью можно использовать Metamask или Avax Wallet. Еще один популярный блокчейн, который в свое время наделал много шуму – это Polkadot. Polkadot представляет собой кросс-чейн протокол для передачи данных и активов между разными блокчейнами. Если коротко, это блокчейн, объединяющий другие блокчейны. Внутри экосистемы можно создавать собственные сети, называемые парачейнами, которые имеют свой токен и функционал. Количество таких парачейнов внутри ограничено, и чтобы заполучить возможность присоединиться к экосистеме, то есть получить слот парачейна, проводятся аукционы. Для распределения данных слотов проекту необходимо выиграть данный аукцион. Пользователи и компании голосуют за тот или иной проект токенами DOT, который блокируется на определенный срок, и затем возвращаются владельцам вместе с их наградами в виде токенов парачейна. Следить за аукционами и проектами можно на данном ресурсе. Данная сеть только начинает развиваться, и совсем недавно прошли первые аукционы и запуск новых проектов в экосистеме. Помимо Polkadot существует аналогичная сеть Kusama, которая является как бы канареечной сетью, но в то же время и независимой, имеющей тот же код и функционал, и предназначенной для обкатки обновлений. Kusama проводит точно такие же аукционы, только для проектов ранга поменьше. Для поиска информации о блокчейнах и парачейнах можно использовать обозреватель Subscan. Основным кошельком для обеих сетей является Polkadot.js, доступный в виде расширения и веб-сайта. Для взаимодействия с экосистемой и получения дополнительной информации существует сервис DOT Market Cap. А у нас есть отдельное видео в рубрике «Просто крипта», там, где мы объясняем, что такое Polkadot. Поскольку это достаточно сложная для понимания штука, мы сделали наглядное видео, в котором абсолютно понятно, что это и как это работает. Ссылка будет здесь и в описании под видео. Также стоит упомянуть сеть Tron, которая существует еще с 2017 года. Ее можно использовать для быстрых, дешевых, а иногда и бесплатных переводов между биржами и кошельками. Большинство централизованных бирж поддерживает Tron для ввода-вывода с тейблкоина USDT. Сеть удобно использовать для хранения и перевода в USDT, а многие онлайн-обменники и телеграм-боты принимают его через сеть Tron к обмену. Ну и поскольку сеть эфира достаточно дорогая и испытывает проблему с масштабируемостью, то появились решения, которые пытаются решить данную проблему. Этим решением является создание так называемых сетей второго уровня – Layer 2. Это надстройки над основным блокчейном, которые позволяют совершать более быстрые и дешевые транзакции за пределами основной сети. Суть Layer 2 заключается в том, чтобы использовать возможности и безопасность эфира для создания более масштабируемых приложений с дешевыми транзакциями. Количество таких сетей Layer 2 в эфире довольно большое – Polygon, ZK, Sync, Arbitrum и т.д. Такие сети ведут специальные мосты. Внутри этих сетей также развиваются экосистемы, есть свои биржи и финансовые протоколы. Давайте немного поговорим про плюсы и минусы разных блокчейнов. Внутри любой сети будут существовать различные приложения, которые можно отнести к определенным категориям – кошельки, оракулы, биржи, платежи, инфраструктура, NFT, а также множество категорий в сфере DeFi. За последнее время экосистемы сильно развились и пополнились множеством инновационных решений и финансовых протоколов. Если обратиться к ресурсу DeFi Lama, то во вкладке Chains можно обнаружить большой список сетей с данными о TVL, т.е. Total Value Locked – общая сумма средств, заблокированная в сети. Ключевой момент существования сетей в том, что 60% средств от общей заблокированной в DeFi суммы находятся в эфире, что делает ее доминирующей и крупнейшей. Выбирать сеть для пользования необходимо в зависимости от ваших целей и размера депозита. Если вы ищете проекты для инвестирования и у вас небольшой депозит, то обратите внимание на сети BNB Chain и Solana. Экосистема внутри них расширяется, появляются новые платформы и сервисы, и в них охотно инвестируют крупные фонды и компании. Игр PlayTurn и Метавселенная запускаются в этих сетях, поскольку требуют быстрых и дешевых транзакций для взаимодействия пользователей внутри игр. Данные сети также можно использовать для совершения транзакций в USDT. Большинство крупных бирж поддерживают данные сети и их удобно использовать для повседневных операций и переводов. Самым популярным кошельком в DeFi пространстве является MetaMask, но не все сети совместимы с ним. Это также не означает, что MetaMask единственное решение для этих сетей. Каждой из них также будут и собственные кошельки для хранения. Их можно использовать для подключения к платформам. Например, при помощи специальной функции Wallet Connect. Ее всегда можно найти в интерфейсе приложения. С MetaMask совместимы сети Ether, BSC, Phantom, Avalanche, Heco, XDAI и все решения Layer 2 на эфире. А вот сторонних кошельков требуют такие блокчейны, как Solana, Terra, Polkadot, Tron, Waves, Cosmos, Elrond и NIR. Важно понимать, что большинство проектов внутри сетей, да и сами сети, популярны и востребованы по причине хайпа вокруг криптовалют. DeFi, NFT, PlayTurn и прочего. В основной своей массе большинство из них не имеют ценности или скопированы с более надежных и популярных платформ в других сетях. Это необходимо иметь в виду, выбирая сеть и проекты для инвестирования. На этом у нас все по блокчейнам. Это была короткая такая выжимка о том, какие есть блокчейны, какие у них особенности, основные приложения, кошельки и так далее. Материал предоставлен Максом Гришко с канала The Wolf of Your Street, поэтому подпишитесь на его телеграм-канал, чтобы поблагодарить за создание материала. Ну и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать подобных видео. С вами был Enquipted, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok